Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. 436. Событие дня. 2 Коринфянам 3.17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. 20. Ну почему 20? Должно быть 21. Эта техника переставляет. А может даже не 436. Если тут, то я не знаю даже. Было у меня еще. Видите как? Техника путает здесь. Сейчас я просто проверю. 436 было? Было. Это выходит 437. Ладно, еще проверить можно. 437. Ну виноват. Не успел проверить. Объявление. Сергей Пупков пишет. Просто прочитайте все. Считать не будем. О занятиях и о молитве. Тормозите, а потом прочитайте. Это я людям говорю, которые придут. Смотрите как. Объявление-то будет почти каждый раз пока. Тормозните и прочитайте, кого это интересует. Вот так. Дальше. Наталья Чернова пишет. Игнатий Тихонович, подскажите в чем разница русские и славяне, христиане и православные. А может православные христиане? Как правильно мы называемся? Я беру то, чтобы было на что сослаться. Называется Википедия. То есть, как я понимаю, это словарь или энциклопедия в интернете. Правильно? Назадится как быстрая энциклопедия. Вики это на говальском быстро означает. Быстрая. Но она только здесь. Ее не было никогда дальше. Что такое славяне? В настоящее время славяне расселены на обширные территории Южной, Центральной и Восточной Европы. И далее на Восток, вплоть до Дальнего Востока России. Славянское меньшинство имеется также в государствах Западной Европы. Америки, Закавказья и Средней Азии. Общая численность славян 300-350 миллионов человек. Выделяются западные славяне, поляки, селезцы, славинцы, чехи, словаки, кашубы и лужжичане. Восточные славяне, белорусы, русские, украинцы и русины. И южные славяне, болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, славянцы, черногорцы. Всего в мире насчитывается около 133 миллионов русских. Русских. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в марте 2010 года, 75% русских, проживающих в России, считает себя последователями православия. Христианами себя называют все, кто признает Христа Иисуса, Мессией и Спасителем. Но среди называемых христианами много еретиков. Христианство от греческого Христос, что-то там, Помазанник, Мессия. Авраамическая мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа, описанных в Новом Завете. Христиане верят, что Иисус из Назарета есть Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества. Христиане не сомневаются в историчности Иисуса Христа. Христианство – самая крупная мировая религия, как по численности приверженцев, которых около 2,3 миллиарда, так и по географической распространенности. В каждой стране мира есть хотя бы одна христианская община. Наиболее крупные отечения в христианстве – католицизм, православие и протестантизм. В 1054 году произошел раскол христианской церкви на западную, католическую и восточную православную. Что интересно, вот задумаешься, западная. Запад всегда означает отвержение от Бога, противоположное ему, а не на западную. И вот коммунисты везде левая партия, ну слева козлища стоят, а остальные правые называются. Ну не я же называл-то. Это тоже о чем-то говорит. Появление протестантизма стало результатом реформационного движения в католической церкви в 16 веке. Христианство – самая крупная мировая религия, как по численности приверженцев. Это было уже. Это было, да. Вот это и надо убрать, но почему-то он меня повторял, брал. Православие, буквально, правильное суждение, правильное учение или правильное славление. Одно из трех главных направлений в христианстве, наряду с католицизмом и протестантизмом, сложившиеся в первом тысячелетии от Рождества Христова на территории Восточной Римской империи Византии. После разделения церквей в 1054 году, ставшего итогом длительного процесса отчуждения между церквами на Западе и на Востоке, вследствие богословских споров и стремления римских епископов, Пап, подчинить себе Восточные церкви. Первое по чести место среди православных церквей принадлежит кафедре епископа Константинополя Нового Рима. Согласно правилам Вселенских соборов до раскола, первенство чести принадлежало римской кафедре. В православии по смыслу слова, рассматривающее себя, в отличие от ереси, как исповедание истинной апостольской веры, запечатленной в священописании и священопридании, есть вероучение православной церкви, под которой понимается сообщество административно независимых друг от друга автокефальных поместных церквей, имеющих между собой евхористическое общение. Православная церковь исповедует некий цареградский символ веры, бесфилиоки, и признает постановление Семи Вселенских соборов, рассматривает себя как единственную кафолическую церковь, основатель и глава которой Иисус Христос. Православие в настоящее время является преобладающей конфессией в следующих странах. Россия, страны Балканского полуострова, Греция, Сербия, Болгария, Румыния, Македония, Черногория, Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия и Кипр. Отфея 23, 37. Отдевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не просошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. Деяние 7, 51. Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших предшествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Второзаконие 32, 11. Как орел вызывает гъездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Иосия 11, 2. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву вуалам и кодили истуканам. Третья ездра 1, 30. Я собрал вас, как курица птенцов своих под крылья свои. Что ныне сделаю вам? Отверну вас от лица моего. Главное, там написано птица, непонятно какая, а у ездра прямо говорится курица. А в одном местном описании говорится, во всей Библии, где говорится, что именно курица. Иеремия 15, 6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя, я устал миловать. Не может быть, что Бог устал миловать, но эта речь так поставлена, гиперболища называется. Исайя 40, 28. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его не следим. На это место оставил. Там я понял, что надо в отдельный ролик выделять песнопение баптистки. Я хотел разъяснить и показать, насколько они хорошие, почему в православии этого нет. Ну и посмотреть наши ресурсы. Вот это мой мир. Вот как выглядит. Я просто в шапке. И тут можно вот сюда, вот написано Кистине 2, написать письмо, если желает. Тут может быть какая-то связь. Вот сейчас я посмотрел. Вот мы сидим. Я всех, которые выставляю на видеоканале, переношу сюда. Дальше. Второй у нас это форум. Я даже не знал сколько. Ну где-то 350 колышется. Поднимется выше. Назадро ниже. То есть раскрутки никак не можем дать. Уже восьмой год. Но 350 человек ежедневно приходящих, которые на наш форум, он очень богатый, 1602 темы. Это именно клиенты. Они именно работают здесь. Никакого спора нету. Но сколько вчера пришло? Ну и каждый раз-то я говорю сколько. Примерно. Ну вот тебе на 650. Это кто-то где-то что-то там где-то возвещал. Ну в два раза больше. Такого не бывает. Но я знаю, что завтра будет меньше. Ну и наш видеоканал. Вот он православный видеоканал. Как он выглядит. Чтобы было видно. Каждое утро я выставляю ночью. Вот сегодня в 2.30 ночи я просыпаюсь и выставил 5. В основном 5. А днем если бывают еще записи, то и... Ну что тут? Да помаленьку. На собрание уже 117 пришло за 3 часа. 3 часа назад я сказал. 79. Меньше и самое... Менее популярное у всех это Златоуз. У него все 12 только. Но это не означает, что он менее важный. Ну и большой ресурс у нас это сайт. Православный библейский сайт. Вот смотрите как он выглядит. Многие надписи там, что пишут мне. Я просто оставляю тут. Более важное есть. У нас очень богатый материал. Самое главное из всего, что у нас есть. Это вот 4124 ответа на вопросы. И вот сегодня мы доходим в царство небес. 53 номер. Мы открываем и заканчиваем. Что это означает? Вот. Контр-ЛА. Контр-ЛС. Снять копию. Выйти на... Борт. С контр-ЛС вставить. Заактивировать контр-ЛА. Перевести в шрифт 20. И пожалуйста. Можно уже считать. Никита считает. Еще так не вижу где этот бегунок-то. Так вопрос. Вопросы, которые мне задавали в университетах, на радио, в милиции, в техникум и школах, где я вел занятия. Вопрос 3852, 26 том открытым оком. Как-то все же непонятно. Как будет после смерти? Узнаем ли мы родных и близких? И сохранятся ли наши чувства там? Почему эта тема так тускла и невнятно отображена в Библии? Не потому ли так много приходится измышлять по разным мытарствам и житиям? Что совсем не подтверждается Писанием. Ответ. Подробности описаны в Коране. Но доверять ли им? У нас есть такое. 1 Коринфянам 2, 9-13. Ну как написано. Не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Но вы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости. Изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. То есть ничего не написано. Вот в Коране там подробно, что там будут и у него гурии, поскольку их, они окажут обновлять там. И все известно, как он будет там в раю блудить. Ну понятно, что это, сравните с христианством, даже помыслить об этом страшно. Там абсолютно все, и деревья описаны, какие плоды. У нас этого нет. Нет, мне не верится, что мы воспоминания о жизни в гроб с собой не унесем. Что смерть, прервав на века радости страдания, нас усыпит забвение тяжким сном. Раскрывшись где-то там, ужель ослепнут очи, и уши навсегда утратят слух, и память о былом во тьме загробной ночи не сохранит освобожденный дух? Ужели Рафаэль, на том очнувшись в свете, сикстинскую Мадонну позабыл? Ужели там Шекспир не помнит о Гамлете? О Гамлете, свете, Гамлете. О Гамлете. О Гамлете. О Гамлете. Извращающее ударение-то. Такое слово Гамлете. Ну ладно, просчитай заново. Уже написано, оно же не надо выдумывать. Пушкин тогда выворачивал такие ударения, и мы должны считать, как он имел в виду. Считай. Хорошо. Ужели Рафаэль, на том очнувшись в свете, сикстинскую Мадонну позабыл? Ужели там Шекспир не помнит о Гамлете, и Моцарт реквием свой разлюбил? Не может быть. Нет. Все, что свято и прекрасно, простившись с жизнью, мы переживем. И не забудем, нет, но чисто и бесстрастно возлюбим. Но бесстрастно. Но, не и. Но бесстрастно. Но бесстрастно возлюбим вновь, сливаясь с божеством. Какой-то КР. КР, это князь Романов. И он всегда так подписывался. Князь писал стихи. И вот такая у меня была подпись. 1885 год. На это, на каждое стихотворение я даю эпиграф. 1 Петра 1.12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Амост 3.7 Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим пророкам. Речь идет о будущем, о Суде Божьем. Это какой том? 28. 28? Неужели? Считай внимательно. 26. 26. 26. Где я отвечаю на каждый вопрос из шести поэтов, которые за 300 лет, 300 лет в России были. 300 поэтов. И вот 6 ответов даю и с эпиграфами. Следующий. 3.7. 4.8. Ты по судьбе печальный и беспримерен. Твой труд живет и долго не умрет, а ты погиб, несчастлив и незнаем. Из дерева неведомого плод, беспечный, беспечно мы вкушаем. Нам дела нет, кто возрастил его, кто посвящал ему и труды, время. И о тебе не скажет ничего своим потомкам, сдержанное племя. И с каждым днем окружена тесней, затеряна давно твоя могила. И память, благодарная друзей, дороги к ней не проторила. 853 год, Некрасов. Экклесиаст 9.5. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Еремея 17.13. Ты, Господи, Надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Плачу и рыдаю, рвусь и страдаю, только лишь воспомню смерть и час. И когда увижу, потерявши глаз, потерявши образ по скончании века, в приужасном гробе мертва человека, не постигнут Божий тайны сей умы, что к такой злой доле по Всевышней воле сотворены мы Божество рукою. Но, Великий Божий, Ты и щедр, и прав. Сколько нам не страшен смертный сей устав, дверь, минута смерти к вечному покою. Сумароков. 1760 год. Обязательно считай, чтобы понятно было, как язык Сумарокова отличается от языка Пушкина. Ну а теперь я даю эпиграф к тому, что он сказал. Сирахов 42.3.7 О, смерть! Отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды на потерявшего терпение и потерявшего терпение. Не бойся смертного приговора, вспомни о предках твоих и потомках. Это приговор от Господа над всякою плотью. Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? Десять ли, сто ли, или тысячи лет. В воде нет исследования времени жизни. Дальше. Под землей слышен ропот, тихий шелест, шорох, шепот. Слышен в небе трубный глаз. Брат, вставай же, будет нас. Нет, темно еще повсюду. Спать хочу, и спать я буду. Не мешай же мне, молчи, в стену гроба не стучи. Не заснешь теперь уж поздно. Зов раздался слишком грозно. И встают вблизи, вдали, и разверзавшиеся земли. Как из матерной утробы мертвецы покинув гробы. Не могу и не хочу. Я закрыл глаза, молчу. Не поверю я обману. Я не встану. Я не встану. Брат, мне стыдно. Весь я пыль. Пыль и тлен, и смрад, и гниль. Брат, мы Бога не обманем. Все проснемся. Все мы встанем. Все пойдем на страшный суд. Вот престол уже несут. Херувимы, Серафимы. Вот наш царь Дарина Симы. О, вставай же. Рад не рад. Все равно ты встанешь, брат. Дарина Симы. Насимы на копьях. Образ заимствован из древнеримской истории. Подумал тому, как дружина Понимал на копьях стоящего на щите царя Небесное войство Несет на копьях Господа Сил Небесных. Это Херувимско поется. Что это сказал? Бережковский. Дальше, эпиграф. Понятно, Бережковский редкий, это какие авторы. Я бы никогда не нашел, Если бы не помог мне Евгений Евтушенко. Я ему очень благодарен за то, Что с его помощью сумел это издать. 20 тысяч файлов проворачивать. Евреям 2.14.15.18 А как дети причастны плоти и крови, То и он также воспринял оны, Дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, То есть дьявола, И избавить тех, которые от страха смерти Через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо как сам он претерпел, Был искушен, То может и искушаем им помочь. Дальше. Весело бить вас, Медведи почтенные, Только до вас добираться не весело. Кочи ухабины, Ели бессменные, Каждое дерево ветви повесило, Каркает ворон над белой равниной, Нищий в деревне За дровни цепляется, Этой сплошной безотрадной картиной, Сердце подавлено, Взор утомляется. Ой, надоела ты, глушь новгородская, Ой, истомила ты бедность крестьянская, То ли бы дело лошадка заводская, С полостью санки, Прогулка дворянская. Даже церквей здесь почти не имеется, Вот, наконец, впереди развлечение, Что-то на белой поляне чернеется, Что-то дымится, Сгорело селение, Бедных, богатых, неразличающий, Шутку огонь подшутил призабавную, Только повсюду еще украшающий Освобожденную Русь православную. Столб уцелел, И на нем сохраняются строки Деревня помещика Вечева, Слаем собаки на нас не бросается, Думают, видно, Украсть вам тут нечего. Так, а нам в ноли служили вы с верою, Лаялись, злились до самозабвения И на хребте своим шерсть черно-серую Ставили дыбом в защиту селения. Да на обломках стены штукатуренной, Крайнего дома должно быть дворянского, Видны портреты, Кутузов нахмуренный, Блюхер бессменный И бог забалканского. Лошадь дрожит У плетняч почернелого, Куры бездомные с холоду ежатся, И на остатках жилья погорелого Люди, как черви, На трупе капошатся. Не капошатся, а капошатся. Считай, кто? 1863, Некрасов. О, вот и все. 2 Коринфянам 1.9 Но сами себе имели приговор к смерти, Для того, чтобы надеяться не на самих себя, Но на Бога, воскрешающего мертвых. Исаия 5.8 Горе вам, прибавляющее дом к дому, Присоединяющее поле к полю, Так что другим не остается места, Как будто вы одни и поселены на земле. Последнее стихотворение Рюрики вне в 1891-1881 Написал за несколько часов до смерти. Из-под ног уплывает земля. Это плохо и хорошо. Это значит, что мысленно я от нее далеко отошел. Это значит, что сердце в груди стало тесно, Как в темном углу. Это значит, что все впереди, Но уже на другом берегу. Это говорит о смерти. И у меня стихотворение написано. Я с Моисеем на своей вершине В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине Мой след вынюхивает у кустов реки. И эпиграф. Иов 7.17 Что такое человек, что ты столько ценишь его И обращаешь на него внимание твое? Солом 143.3 Господи, То есть человек, что ты знаешь о нем, И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Ты даже считать, запнулся, подумал, что повторение. А это говорит Ио. Видишь, как Дух Святой. Дальше. Исайя 10.15 Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. О чем речь? Это мы первые пишем. Царство. Загробная участь. Снова опять заходим. Все у нас нету. Царство закончили. Слава Богу. Мы снова возвращаемся. Следующее, которое. Христос, Бог. 52. Начинаем с нуля. Вот здесь. Хорошо. Первое. Но первый вопрос. Надо все это копировать. Иначе не видать. Видишь, как вот маленечко время приходится задерживать. Но никак по-другому. Вот сейчас мы начнем здесь. Это большой материал. Считай. Так. Это читать разве надо? Да, обязательно. Здесь вопросы 47-49 том. Первый. Страница 54-51. О Христе. Вопрос 47 том 1. Для чего Христос... Вот он, да-да. Считай. Вот сюда даже можно спуститься. Для чего Христос принимает крещение от Иоанна? Он ведь был безгрешным. Ответ. Вот видите, вопрос какой. Теперь вопрос-то очень серьезный. Да. Что об этом говорит Библия? Притча 2.9. Просим, что сам Дух Святой нам ответит. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту. Всякую добрую стезю. Видите, как ответы. Что этому удивляется, кто Андрей Кураев так много знает. А тут говорит особый пиетет, особая любовь. Воспевание, превозношение Слова Божия. Как-то здесь Владимир говорит, священник из города Болгар. Отец Владимир. И он тоже говорит об этом. Как так? Каждое место, Писание. Я даже представить не могу это. То есть действительно так мы отвечаем. Так? Матфея 3.15. Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Крещение Христа было явлением его народу, чтобы не представлять спасителя людям, не водить его за руку по дворам. Нужна была личная встреча народу, чтобы воочию могли узрить искупителя. Иоанн подготавлял народ, собирая его на Иордане. Крещение Христу не нужно было совершенно. Марк 1.4. Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Исполнить правду, показать, что очищение жертвами закончилось, пришел истинный Агнец Божий. Об этом и говорит при Иордане Иоанн Креститель. Иоанн 1.29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Христос дал пример, чтобы все шли к святым водам крещения для освобождения от грехов и смерти. Петр апостол прямо призывает к прощению грехов через крещение, которое учреждено от Всевышнего. Деяния 2.38 и Деяния 2.16. Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И получите. И получите. И там еще одно. Итак, что ты медлишь? Стань, крестись, я мой грехи, призов имя Господа Иисуса. Крестись, я мой, крестись, я мой. Сектанты этого не понимают. Итак, встань, крестись, я мой. Вопрос 48. Иисус, когда был ребенком, был ли всезнающий, всеведущий, как Бог? Или Он рос и исполнялся при мудрости? Как в познании и всеведении соотносятся человечество и божество Христа? Ты понимаешь, какие вопросы люди задавали? Это означает, что многое-многое уже они знали. Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. И одно другое не подавляло. Как человек, он имел такую же бессмертную, только безгрешную душу, ограниченную пространством и временем. Откровение 15.4. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо уоткрылись суды Твои. Как Бог Он был одновременно и в очереве Дивы Марии, и в аду, и на небе. Говорить о том и соотношении человечества и божества никто не может, ибо это тайно принадлежит Богу. Филиппийцам 2.6. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу. Римлянам 11.34. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему? Будучи ребенком, как Бог Он был всезнающий, и всюду, как человек-ребенок, Он возрастал в премудрости. Стих. Рядом с вагоном бегут провода, римской дороги и столбы, стонут от ветра, как будто тогда здесь умирали рабы. На римских дорогах рабов распинали, им крест и шафотом служил. Но умер Христос, и над ними, и над нами, то с нами, в нем знак вечной жизни ожил. Не только, но только не образом рабских терзаний, но жертвенной высшей любви, Пропитанный кровью, омытой слезами, на нем распинали рави. С тех пор этот крест на крещеном младенце, хранитель досмертной доски, Крылатое слово на ризах священства, как знак неземной красоты. Стоит над могилою чудной звездою, маяк живоносный во мгле. Он выше любви нас пленил красотою, спасительный знак на земле. В тяжелые дни этот крест испытания решеткой вмурован, он свет на окне. Допросы из терна, из лжи обещания крестом распинались на мне. Расписались. А расписались на мне. В двенадцати... В двенадцати... В двенадцать подходит. В двенадцати подходит на часах, все взвешено на божьих весах. И ни минуты времени продлится, земля сгорит и снова обновится. Видимо, другое, а то взято. Гнати Лапкин, восьмидесятый год, тюрьма. Да. Вопрос, почему Христос крестился... Вопрос сорок девятый. Вопрос сорок девятый. Открытым оком. Первый том. Первый том. Открытым оком. Я вначале зачитал там оглавление-то. Почему Христос крестился в тридцать лет, а нас крестят малыми детьми? Ответ. В крещении мываются грехи человека. Деяние двадцать два шестнадцать. Итак, что ты медлишь? Встань, крести все мои грехи твои. Призвал имя Господа Иисуса. Деяние два тридцать восемь. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ну, что тут непонятно. В грехах человек, ему нужно омыться. Дети рождаются во грехе. Псалом пятьдесят стих седьмой. Вот. Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Христос был единственный безгрешный человек, потому он и не рисковал умереть во грехе. Откровение пятнадцать четыре. Ибо ты един свят. В первопостольской церкви крестились в зрелом возрасте. Так Иоанн Златоуст крестился в двадцать два года, хотя мать его, Анфуса, была глубоко верующая. Верующая. Верующая я. Царь Константин отлагал свое крещение до смертного часа. Так как тогда верили, что грехи, совершенные после крещения, очень и очень трудно прощаются Богом. Вопрос в пятидесятый, первый том открытым оком. Верующие часто говорят, если Бог даст, если Богу будет угодно, в самых бытовых ситуациях, где все, казалось бы, зависит только от воли человека. Где кончается воля Божия, начинается воля человека. Интересно, как Бог даст. Это хорошее слово-то. Одна девушка у одного олигарха учится в институте, она познакомилась с парнем. Он пришел и говорит, папа, у меня такой знакомый, мы сейчас встречаемся. Ты поговорил с ним-то, ну девка-то хорошая-то. Ну, отец выбрал время, говорит, пусть придет. И вот она вечером пришла, торопится, папа, приходил? Валера-то, приходил. Ну и как? Ну, начал рассказывать, как это. Он говорит, ну ты смотришь, какая девчонка-то, а тебе нравится? Он говорит, да, нравится. Ну ты же видишь, какая она мне избалована, у нее две машины, ты можешь это сделать ей, чтобы она... Он говорит, как Бог даст. Он до того удивился. Она каждый год на Канарские острова улетает и проводит время. Ты можешь дать? Он говорит, как Бог даст. Ну и дальше говорит, комнаты сколько. Ты можешь ей дать, когда женишься, да? Ну, он и говорит, лох настоящий. Но мне понравилось, как он меня называл. Бог даст. То есть, он тестья уже заранее Богом называл. Вот и здесь написано, если Бог даст. Ответ. Все, что у нас есть, нам не принадлежит. Вот это надо хорошо помнить, и у нас совсем по-другому будет все в жизни. Римлянам 11.36. Ибо все из него, им и к нему. Ему слава вовеки. Аминь. Иаков 4.13. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что будет случиться завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. На каждое дело надо просить благословения Божие и очень стараться выполнить то, что ты пожелал. Если оно доброе, добавляй, да будет воля твоя. И если что-то не получается, нужно найти причину и помолиться, угодно ли это дело Богу. Простые, обыденные дела, привычные и проверенные, ежедневно необходимые, они и не требуют исследования. Ну, и это все без его воли может не совершиться. Поэтому за все благодарите. Иногда ничего не делание, когда люди пасуют и отступают перед малейшим препятствием, пытаются приписать вмешательство Бога, не ища тому никакого подтверждения. Описывается случай из жизни апостола Павла, на который нет толкования, но это было. Он не сидел на месте, предпринимал попытку за попыткой, и тогда Бог дает откровение. Теяние 16.6.9. Продячились Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии. Ну, не допустил Бог, неизвестно, что препятствие было. Он бы сел, но меня Бог никуда не посылает, там препятствия. Ну, он что? Дойдя до миссии, предпринимали идти в Ефинию, но Дух не допустил их. Имам же миссию сошли они в Труаду. И была ночь ведения Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После всего ведения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать нам. И главное, с ним люди, и он идет, молится, препятствия, какое непонятно, толкования нет. В Римлянам 12.2. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Ефесянам 5.17. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Вот обычно сейчас я скажу, что запомни это, запиши, и чтобы ты это знал. Считай. Обычно к любому мероприятию нужно предварительно подготовиться. Ответим на четыре вопроса. Первое. Чего я ищу этим, временного или вечного, земного или небесного? Ну, решил переехать, решил жениться, решил специальность получить или переменить. Второе. Что об этом говорит Библия? Третье. Что об этом говорит моя совесть? Четвертое. Не принесу ли я этим делом соблазна? При положительном раскладе можешь приступать, благословясь. И к священнику пойди и благословись. Запомни эти вопросы. Дальше. Бог, как он величествен, велик. Цветут сады, оркестры птиц органом. Посева зелень пожелтела вмиг. Состарились вдруг лысые курганы. Не перечислить радуги тонов. Не переслушать переливы звуков. Нам наяву мозаика и снов. Рожденье, умиранья муки. Разнообразие бесчисленные в подвидах. В различных инфра-ультраполосах. Пять чувств во мне старательные гиды. Под любознательностью, чтобы я не зачах. Художники, писатели и пахарь. Все ищут на вину, где ковырнуть. Блеснуть открытием. И люди будут ахать. Душа и ум обмытые в парную. Неведение сдирает в хирургии. Под слеповатого пробуя мой стих. Я не умру. За мной придут другие. Мой подвиг жизни перельется в них. По роду и подобию в природе. Так повелел создатель изначало. Похожее, почти, такое вроде. То прокукует, а то вдруг промышало. А то вдруг промышало. А то заменил то. Разнообразными по образу владыки. Таланты блещут гранями алмаза. У каждого по-разному. Вези навоз, арыки. Вокруг смоковницы порезы. Не замазать. Все замазать. И в каждом звуке. Цвете по семерке. Во времени беременности. В духе. Но дьявол косоглазит. В демоне и в черте. Слона раздуть. Клопа. Безбожья муху. Он ломится. Создать разнообразие. В грехе. Но тускл и монотонен грех. Различия в партиях. Одной он мажет мазью. Фашисты, коммунисты. Злобный брех. Господь. Дай им хоть каплю мази. Содрать с безумства пленку катаракты. Они рабы. Змей семиглавный. Главы князь их. Их идеал в желудочно-кишечном тракте. Бытие 3.1. Откровение 12. И откровение 12. Так, о чем речь? Тут много чего было. Ага, ну ладно. Ответ хороший. Христос. Разное. Снова заходим. Теперь нам уже понятно, о чем речь идет. Здесь мы прошли. Что здесь? Все. Это, видишь, отдельная страница. Теперь сразу на второй том переходим. Это приходится опять все копировать. Проходить ту же дорожку. Сейчас вставляю. Увеличиваю. И начинаем считать. Это легче, когда готово. Это можно просчитать. Пошел. Вопрос 639. Второй том открытым оком. Пророк Исай 66. 7. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих? Не есть ли это пророчество о безболезненном рождении Иисуса Христа? Это вот вопрос такой задает. Отвечаю. Ответ. Толковать священное писание занятие очень опасное. Нужно всегда брать предыдущие и последующие стихи и главы. Пророк конкретно говорит о возвращении из плена на сожженный пустырь. Была тишина, безлюдие, и вдруг возникает в один день целая страна. У монахов в пустыне было много свободного времени, но не было стремления вернуться к первоапостольскому служению. Поэтому многие из них толковали вычурно и надуманно по одной фразе, выхваченной из текста, как, например, пророчество о Божьей Матери. Ни предыдущие слова, ни последующие не дают даже намека на этот вывод, какой они делали. О вратах, лестнице, ручке. Единственное, что прямо в образе соответствовало ей, это ковчег, в котором были скрижали завета. И этого вполне достаточно, чтобы ей оказывать честь, как при благословенной преснодеве. Свету благоуханному и причудному. Бог отрицает неправду. Даже если ты и пытаешься защитить Бога и возвысить Его. Иов 3.18. Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так припираться? Даже за Бога припираться не по правде-то. Зачем это нужно? О безболезненном рождении Христа в Библии нет ни слова. Просто мы в это должны верить и ничего не придумывать. А того, кто не верит, его не убедят никакие ложные доводы. И без этой веры он может спастись. Безболезненное рождение Христа Девой это не догмат. Так, преснодево. Так, подожди-ка. Преснодево Мария как это? А, это тема называется сейчас... Так, Христос. Христос. Называется сначала Христос. Безболезненное рождение. Какие слова? Благородица Дева радуется обратно на Мария. Господь с тобой благословенна ты, жена. Благословен плод чрева твоего. Я кордела, Иси Христа спасся, избавитель душам нашей. Молитвенит. А достойно есть, а кого истин блажите тебе, Благородица, преснодвоженная и пренепорочная Матерь Бога нашего. Счастнейшую херувим и славнейшего истинного сарапим. Без истления Бога слова Рожьего, то есть безболезненно. Это включили в молитву. Но это не догмат. Не догмат. Теперь смотрим далее. Следующий вопрос. Это мне вопросы, которые задавали, когда я был на кафедре. У нас народ был образованный. Очень хорошие вопросы. Когда наши люди приходили на занятия в Патриарши, где-то они сразу их выделяли и своих как бы попрекали. А вы ничего не знаете. Вот уровень образования. А я всегда думал, ну ты же стоишь здесь за кафедрой. Так ты откроем доступ к Писанию. А то свечку через какое плечо подавать. Так и далее. Вопрос 640. Второй том открытым оком. Евангелие от Матфея 22.32. Прямо задают по Евангелию вопросы. Я Бог Авраама и Бог Исаака. А. Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Нет. Почему? Вопрос задают. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Подожди-ка, по-моему там нет. Так, да. Объясните, пожалуйста. Отвечаю. Ответ. Приступивши ко Христу Саддукеи, как современные адвентисты и еговисты, не признавали наличие души у человека. Человек умер на могиле. Умер человек. Умер человек. На могиле вырос лопух и все. И доказывать по Библии, что человек имеет бессмертную душу не так просто, потому что Саддукеи признавали только пять книг из всей Библии. Пятикнижей Моисея. Это тоже напоминает сегодняшних сектантов, не принимающих ни канонические книги. Приучитесь всегда исходить из того, что есть в наличии, и не претендовать на большее. Вот по этим-то пяти книгам, признаваемым оппонентами, Христос и доказал им, что у человека есть душа, а они не верят ни в Бога, ни в Библию. И все это доказательство взято из одной фразы. Давайте проиграем заново эту картину. Пришел не один еретик, но несколько Саддукеи. Они заранее предвкушали свою победу. У них были свои способы и доказательств, которым их учили в их семинариях и академиях. Как войти в водную часть и подвести к эпикризу противника? Конечно же, в руках у них была Тора, как у сектантов всегда с собой Библия. Это вам не православные типиконщики и акаписники. Покажите, где написано, что у человека есть душа. И это похвально, что они обращаются к Библии и ищут, як написано. Христос спрашивает их, вы признаете книгу Исход? Конечно. Тогда откройте третью главу. Исход 3.6. И сказал ему, я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Ну и что? Где тут сказано про душу? И Господь начинает этих академистов пересаживать в первый класс, учит разбираться во временных формах глаголов. Значит, грамота все-таки нужна. Медленно по слогам читается, я есмь, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Когда Бог разговаривал с Моисеем, сколько лет произошло после смерти Авраама, Исаака и Иакова? Около 400. Значит, Бог должен сказать, я был Богом этих прадцев 400 лет назад. Но, однако, Иегова говорит не так, но я есмь, то есть являюсь Богом их сегодня, сейчас. Значит, в момент разговора с Моисеем эти святые цы были живы, не умерли. Представьте выражение растерянности и потерянности на лицах этих знатоков Торы. И Христос подводит этому уроку черту. Матфея 22, 29. Иисус сказал им в ответ, заблуждайтесь, не зная Писаний, не силы Божией. То, что они не знают Писания, это и они поняли. Но при чем здесь сила Божия? А вот здесь-то и нужно перешагнуть через обычное представление, свой опыт, потому что Матфея 3, 9. И не думайте, говорит себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. У Бога есть сила после смерти внешнего человека сохранить душу. Бог силен воскресить истлевшее и ставшее как бы ничем. Этой силы ретики не знают, и они ограничивают его своим скудоумием. Так, все. О чем? Христос? Беседа с сектантами. Все. Ушло. Хорошо. Мне легко с тобой работать, ты там печатаешь, и быстро мне подходит это. Так. А вот интересно, вопрос-ответ, наверное, как у Псалмах, самый коротенький. Но время даже тратить, кажется, зря тут на него. Надо было просто так. Но, однако, это вопрос. Так. Почему он такой маленький, я не знаю, потому что давно время-то прошло. Я сейчас не отвечу. И на 20-й. Давай. Вопрос 643. Второй том, открытым оком. Иоанна 3.13. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Вопрос. Но ведь Илья был вознесен на небо до Христа. Ответ. До Христа это событие было еще. Илья был вознесен, но неизвестно на какое небо. Только ясно, что не на то, откуда пришел Христос. И второе. Илья не взошел сам, а был взят. И третье. Илья еще не умер и должен сойти с неба и быть убитым. А Христос вознесся в прославленном теле, нетленном, вечном. Вот какие различия. Говорят, как никто не восходил на небо. Тогда понятно, о чем идет речь. Так. Христос. По взятии Ильи. Так. Снова идем. Снова. Опять маленькие. Видите, это такие вопросы, которые ничего нельзя к ним добавить. Эти вопросы надо высвечивать во свете Библии. А больше ничего. Это вопросы как будто сложные. Ну, если Писание знает, что можно ответить. Без Академии. Давай. Вопрос 645. Второй том открытый моком. Евангелие от Матфея 27.46. А около девятого часа возопило Иисус громким голосом. Или, 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 ломасово хвани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Как толкует это место святые отцы? Ответ. Христос взял на себя грехи всего мира и умирал, как самый великий грешник. Иоанн 1.29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса и говорит, вот Агнис, который берет на себя грех мира. Это вопль блага Богооставленности. Мы можем об этом только рассуждать, но ни понять, ни объяснить никто не сможет. Иоанна 9.31. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Евреям 5.7. Он в однеплоте своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благогвение. Вот и все. Так. Христос. Молитва. На Христе. И опять возвращаемся. Видите, какие вопросы небольшие, но важные. Интересно. Я забыл даже уже, что такие маленькие вопросы были. Маленькие по объему. То есть, отвечать ничего не надо. Не надо... Ой, не сюда пошел. Сюда надо. Запутался. Ну и теперь... Так. Увели еще до 20-го. Давай. Вопрос 646-й. Вопрос 646-й. Второй том открытым оком. Евангелие Теана 3.11. Истинно. Истинно. Истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Почему Христос говорит во множественном числе о себе? Ответ. Потому что Он един во Святой Троице. Бытие 1.26. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. 1 Иоанна 5.7. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святый Дух. И сие три суть едина. Так, пишем. Христос-Троица. А что тут отвечает? Тут отвечать больше нечего. Тут все сказано в Священном Писании. Я медленно тут вижу, где. Поэтому задерживаюсь маленько. Так, поехали. Вопрос 677. Второй том открытый МОКО. Иван Галитана 3.16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ну, а почему отдал? Вот объясни мне, отдал. Ты понес вещи и отдал, или отдал? Отдал. Ну, отдал. Ну, отдал нет такого слова. Я уже не делаю замещания. Прямо как-то вывернешь их. Русский человек. Так, вопрос. Бог любит всех людей, какие бы они ни были. Или только приходящих к нему. Вопрос задает. Ко мне на занятия приходили сектанты разных толков. Из героевой администрации. Из районной администрации. Из районной администрации. Из КГБ, ФСБ. Кого только не было, люди. Ответ. Премудрость Соломона 7.28. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Псалом 49.16.23. Это редкое место. Его сектанты вообще не знают. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелебадемией сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заблечу тебя и предоставлю пред глаза твои грехи твои. Уразумите это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, а кто наблюдает за путем своим, тому влю я спасение Божие. Смотри-ка, не восхитил. Говорит, восхитит Бог церковь. Восхитит, отнимет жизнь. Душу вытряхнет из тела. Образом сказать. Сектанты придумали для утешения себя, что Бог любит грешника, но ненавидит живущий в нем грех. Это их понимание неверно, потому что грех не живет вне человека. И утворимый человеком грех олицетворяет его. И согласно этого греха Бог переменяет имя человеку. Предатель, блудник, змей, жеребец. Бог любит грешника, кающегося, оставляющего свой грех. Даже вот этого не понимают сектанты. А грешников ненавидит и истребляет их. Псалом 5.6. Нечестивые не прибудут предощами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконными. Ты ненавидишь, прямо написано. Нет, любит грешников, Бог любит грешников. Откуда мы нашли, что любит? Он их уничтожает. Псалом 10.5. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа. Ненавидит душа. Как он ненавидит и любит? Это никак. Дальше что? Христос-отношение к грешнику. Так, снова заходим. Да такие простые вещи они не понимают. Друг у друга, говорит, лжепророки воруют слова. И больше ничего. Ctrl-S. Вот так. Это у нас время немного на это. Но без того, как увеличить, ничего не получится. Ничего не видать. Она мелкенькая такая. А вот теперь мы делаем так, что они подручные нам. Вопрос 901. Третий том открытым оком. Уже третий том. Почему Бог показался Моисею именно со спины? Зачем? Ты можешь ответить? Ну, он сказал... Ну, да. Хорошо. Молодец. Исход 33-20-23. И потом сказал он. Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь. Вот место у меня. Стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукой моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе. Дальше. Никаких других объяснений Библия нам не дает. И мы должны это принять и хорошо запомнить. И не пытаться переходить через эту грань, чтобы остаться в живых. Сознание того, что явление Бога означает смерть, выход души из тела, было очень прочным у иудеев. Об этом говорит не только Маной, отец Самсона. Не можешь остаться жив. Имеет смысл не выйти из тела, потому что Бог есть дух, а человек состоит из тела и души. В вечности все будет иначе. Бог будет храмом. А ныне Он называет нас храмом. Сзади, чтобы человек и не пытался делать какое-либо изображение. Все явления Бога являются всего лишь образами, а не действительностью. Ибо Бог не ограничен никаким пространством. Он бесконечен. Откровение 21-22. Храм оживе не видел в нем. Ибо Господь Бог, Сидержитель, Храм Его и Агнец. Так, записываем. Христос. Видца сзади. Дальше. Видишь, какие вопросы хорошие. О, вопрос. Так. Порт РЛС. Сокрыть. Открыть. Вставить. Увеличить. Видишь, как быстро все получается. Итак. Вперед. Вопрос 902. Третий том открытый молком. Что значит выражение «войти в покой его»? Ответ. Псалом 94.11. Какие ответы? Задали вопрос. Библия сразу открывается, отвечает. Не я отвечаю. Бог говорит. А вы запоминайте. И никогда больше не пытайтесь по-другому понимать. «И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Псалом 114.7. «Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Евреям 3.11. «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Псалом 114.7. «Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных». Псалом 114.1. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Евреям 4.3. «А входим в покой мы, уверовавшие». Так он сказал. «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». То есть еще не говорил, не родились, в начальных пылинок вселенных не было, атомов не было. А уже Бог знал, что это будет. Каждого из нас нашу жизнь. Евреям 4.5. «И еще здесь не войдут в покой мой». «Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». «Этот покой – свобода от грехов, радостная жизнь в Духе Святом, во Христе Иисусе, и он даруется при уверовании во Христа. И в этот покой каждый может войти, когда услышат голос Божий и откликнется на него и сделается чадом Божиим. Блудный сын нашел полный покой в объятиях отца, простившего его. «Через всю жизнь, из года в год в тоске, в нужде, в разлуке, нас всех ведут вперед невидимые руки. И нас держали первый миг после рождения муки, руками матерей земных невидимые руки. Они заботились о нас, вели, несли, держали. Мы их присутствие не раз реально ощущали. Они ласкали нас порой, порой бичевали. Вели с врагом неравный бой, встречали, провожали. И нам казалось иногда, что мы их потеряли. О, как мы плакали тогда, как их найти желали. Но в час, когда иссякнет путь, умолкнут речи, звуки, и нас в отчий дом перенесут невидимые руки. В объятии примет нас Отец для жизни без разлуки. И там увидим, наконец, невидимые руки. Вера Кушнир. Вот так. О чем речь идет? Все у нас. Христос? Сейчас, сейчас. Хорошо. Сейчас еще один сверху наложим. Так, ты написал что там? Да, Христос написал. Давай-ка еще дальше напиши. Невидимая забота. То есть, непонимание. Сейчас еще один вопросик. Сверху, чтобы накрыто было. Вот так. Это коротенькая, маленькая записка. Ctrl-S, Ctrl-V, увеличиваю до 20-го шрифта. И вперед. Давай, небольшой вопрос. Вопрос 903. Есть ли на земле вещественные доказательства о пребывании Христа? Третий том открытым оком. Третий том открытым оком. Ответ. Это 30 томов у меня в бумажном варианте вышли книги, еще плюс 3 тома в интернетном. Ответ есть. И вы можете это увидеть сейчас же, не выходя из этой аудитории. Евангелие от Матфея 16-18. То есть, это в университете было, раз говорю об аудитории. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Здесь есть много членов нашей крестовозреженской общины. Поговорите с любым из них. Они воскресли из мертвых, согласно неложного обещания Иисуса Христа. И они вошли в церковь, которую две тысячи лет дьявол не может уничтожить. И даже коммунистический, сатанинский, тоталитарный режим обломал зубы, как саблезубый тигр. И сам вздох, а невеста Христова жива. Вопрос 904, видимо, третий том открытым оком. Как связано по смыслу значение имен? Иммануил и Иисус в Господе. Ответ. Слово Господь означает Господин. Владитель, и для нас Он есть Бог. Второзаконие 4.35. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь, Бог твой, есть Бог, и нет еще кроме Него. Но в Новом Завете Бог открывается еще одним неведомым именем, как Отец и Любовь, Отче наш. Иоанна 1.4.8. Первое послание. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть Любовь. Если эти слова поставим вверху, а все остальные имена и названия Господа поставим внизу, то увидим, что верхнее слово вбирает в себя все остальные пятьсот его имен. Видишь, какое удивительный ответ Бог дал сказать. Матфея 1.23. Сей Дева в очливе приимет и родит Сына, и нарекует Ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Слово же Иисус в переводе с еврейского означает Спаситель. Сын Божий не мог стать Спасителем и не мог бы нас искупить, если бы не принял на Себя наши плоти и кровь, дабы быть распытым за наши грехи. Евреям 2.14. А как дети причастны плоти и крови, так то и Он принял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола. И вот на этом стихе эти два Его имени переплетаются. Он воплотился по любви, и Он есть не просто Бог, но Бог, воспринявший наш значаток, то есть плоть, ставший Иммануилом, Богом, живущим с нами, ставший Спасителем, то есть Иисусом. Ты понимаешь ответ какой? Я тут перечитаю потом. Больше никак. Другого ответа просто нет. Дальше. Так, Варух 3.38. После того он явился на земле и обращался между людьми. Так, это 609 был вопрос. Ремнями, сандалии и стертые ноги ходили по пыльной широкой дороге, по узкой, затерянной в поле тропинки, под вечер в пыли, а под утро в росинках. Так мало покоя и отдыха знали. Ты знаешь, кому они принадлежали? Кого эти ноги сверх сил и по силе, по тропам земным днем и ночью носили? По пыльным сухим каменистым дорогам ступали для нас ноги вечного Бога, и ноги те были омыты слезами, отертые прощенной жены волосами. И снова в дороге, в толпе или в лодке, их многие знали уже по походке. С их видом знаком был, кто видел их близко, кто к ним преподал, кто склонялся к ним низко. И к тем, кто свой грех к тем ногам приносили, прощение и мир возле них получили. Когда высоко над землей висело кресту пригвожденное чистое тело, для тех, кто любили, для очень немногих, на уровне глаз были эти вот ноги. Пронзенные ноги, спасителя ноги, уже не в сандалиях, уже не в дороге. Они расстояние свое исходили, они назначение свое совершили. Если ты грешник и ищешь прощения, поди к тем ногам и получишь спасение. И новую жизнь и второе рождение, оттуда от них ты начнешь восхождение. По лестнице святости ввысь к совершенству и к вечному в Боге Всевышнему блаженству. К ногам Иисуса, о грешник, приди и место найдешь у него на груди. Вера Кушнир. Ну и а как? А заглавить? Сам заглавить. Именно Христа, как я не понял. А, вещественное доказательство Христа. А нет, это другое, там еще другое. Ну ладно. Это вместе. Два оказались вместе. Христос. Теперь они Бог и человек. Все. Так, я попрошу сделать сейчас небольшой ролик, потому что у меня он забился. Я хотел в события дня его, но мне необходимо здесь его сделать отдельно. Именно как раз Аверик Кушнир. Аверик Кушнир.